Полчаса до суда. Подсудимая Мария Матузная в сопровождении адвокатов общается с журналистами и теми, кто пришел ее поддержать. Говорит, скрывать ей нечего, виновной себя не считает. Когда размещала картинки, меньше всего рассчитывала задеть чьи-то религиозные чувства. Вражду к кому-то также возбуждать не собиралась. Когда эти картинки, в принципе, я сохраняла, тогда это 2015 год был, тогда даже статьи не было за оскорбление чувств верующих. И как бы что мне пытались вменить на допросе, что именно там ты оскорбляла, когда сохраняла. Таких мыслей тоже, конечно же, не было кого-то оскорбить. Я, в принципе, сама по себе добрый человек, и это просто мое чувство юмора, не более того. Постепенно у здания суда собирается группа поддержки. Пришли даже те, кто лично с Марией не знаком, но у кого за дело за живое сама история. Одна картинка не может приравнять человека к таким стопроцентным экстремистам, которые занимаются. Реально антисоциальной какой-то деятельностью. Журналисты поинтересовались у стороны обвинения, с чем связан настоящий бум таких уголовных дел. Но обвинитель заверил журналистов, подобные дела были всегда, но масштабного общественного резонанса раньше не было. Сначала появился этот вид, который в течение буквально двух часов получил 400 репостов. Потом появился молодой человек, который уже в суде в железнодорожном. И буквально на днях появился мужчина, 38 лет, который разблокировал. То есть исходите с того, что эти люди существовали, эти дела были. То есть вопрос гласности. Упоминаемый прокурором молодой человек Данил Маркин также пришел поддержать Марию. Признается, жалеет, что не рассказал о своей истории раньше. С его точки зрения в ходе расследования были странности. Экспертизу у нас проводил комплексный лингвистический какой-то отдел барнавольский. То есть странно то, что эти изображения, только двое из десяти, которые фигуруют в деле, имеют в себе непосредственно слова. То есть лингвистика изучает изображения. А это уже неправильно. Сейчас Данил рассчитывает, что по его делу будут проведены новые независимые экспертизы. О нарушениях в ходе следствия говорила и подсудимая уже во время заседания суда. При написании явки с повинной адвокат мне не был предоставлен. Какие-то мои права мне не были разъяснены. Меня ввели в заблуждение в ходе предъявления мне обвинений. Из-за этого, пояснила Мария, она себя и оговорила. Теперь попросила перевести ее дело из особого в общий порядок. Судья согласился с доводами защиты. По делу вновь будут проведены новые экспертизы, заново доброшены свидетели. Защита надеется увидеть в зале суда и двух девушек, на показаниях которых, в частности, основано обвинение. Впрочем, адвокаты Марии иллюзий не питают. Я не надеюсь на оправдательный приговор, честно. Потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. Срок будет, но какой он будет, условный или реальный, может быть и срока не будет. Потому что предусмотрен штраф, обеимые санкции, правда штраф довольно большой, от 300 тысяч. Следующее заседание по делу Марии Матузной состоится 15 августа 2018 года. До этого времени подсудимая будет находиться под подпиской о невыезде. А мы продолжаем следить за развитием событий. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok